Добро пожаловать в студию The Falls Emperor, вы в Вере Новости. Как всегда, здесь Михаил Очка, Денис Очка и немного новостей из Очка Ужаса. Тихо, тихо, смотрите. Да, новости мира, Вархаммерочка. Мы пытаемся, короче, везде это очко встать, простите. У нас просто очко пошло, поэтому, извините. Вот, смотрите, что мы должны вам обязательно сказать в начале. Отбивочка очка, естественно. Невозможно, она везде. Смотрите, короче, наши времена, когда прям риптайд какой-то происходит, да? Беспокойные. Беспокойные. Если вы хотите следить, держать руку на пульсе, следить за каналом, возможно, вам следует подписаться на наши всякие соцсети, телеграм-каналы, особенно дискорд-канал, где куча всякого раздельного для ваших различных увлечений. Да, и даже Бусти, если что, есть вообще-то там бесплатная подписка, вы просто подписывайтесь, чтобы отслеживать, и можете следить за новостями, чтобы, если что, не потерять, как бы, канал из виду, и связь, мало ли чё, как бы, в мире бывает, сами, думаю, прекрасно понимаете это. Короче, где вам удобненько, заходите, подписывайтесь, и мы там... А лучше везде. Вообще можно везде. Информацию всякую, там, про внутрь Киева кладом, чё-нибудь ещё. Опять же, периодически даже вот эти наши ролики о том, что внутри канала происходит понедельником-пятницем, как затравочка, так, типа, ух, посмотрите. Затравочка. Да. Вот, теперь переходим к новостям Вархаммера. Ага. И смотрите, чё. Короче, самая главная, наверное, ну, как не главная, самая очевидная новость на сегодня, то, что Games Workshop напрямую не продаёт ни в Россию, не в Украину, свои миниатюрки. Как бы расстраиваться по этому поводу не нужно. Магазины наши закрылись на переоборудовании на пилочок. Уже открылись. Уже открылись. По новым ценам можно Ваху купить. Скорее всего, вы этого не сможете. Ну, цены, скажем так, выросли просто нормально так. Нормально так. Ну, вплоть до почти в два раза, короче, выросли цены на некоторые позиции. То есть наложилось ещё то, что повышение цен ГВ, и разница курсов. В целом, в целом, то, что именно сейчас ГВ не возит, это важное уточнение, ГВ не возит частные заказы, которые сделаны через сайт Games Workshop. Оптовые поставки всё ещё как бы не отменяются. В принципе, как это влияет на нас? Да, скорее всего, никак, с учётом увеличения цен. В целом, это, скорее всего, большая будет проблема для людей, и для нас, и... Ну, типа, чё, как будто первый раз. Ну, я как бы ещё в 2008-м, когда... Сколько доллар, Михаил, по-моему, стоило? 26-30. Нет, до этого. Типа, 6 или 9? 5, я помню, даже 5. 5, 5 рублей. Потом он стал 30 с лишним, короче. Когда журналы, которые покупал на газетной бумаге, их издавали Дмитрий Огорунов, например, Страну Игр выпустил на газетной бумаге, потому что печатались они в Финляндии, и, естественно, там просто, ну, типа, бам! И чё делать? Короче, нам не привыкать к вещам. Ну, и не забывайте, типа, ну, да, может быть, вах, это в первую очередь хобби, и даже если хобби стало дороже, ничего страшного, в первую очередь заботьтесь о, там, еде, там, коммуналке, всё такое, как бы, Вархаммер, это не первостепенная нужда, ну, чё поделать? Больше покрашенных эминник будет, правильно? Да. Кто, знаете, вот это вот всё, Стим закупил, ничего не играю. Да каждый раз этот пример привожу, уже скучно. Сказал Денис, и сзади куча коров просто. Куча коров. Ну, вот как раз. Который не играем. Да, так что в любом случае всё хорошо. Далее. Под это дело я побегал по нашим разработчикам варгеймов российским. Да. Плохие новости, друзья, по ним, к сожалению. Причём, на наших зрителей не будем вешать вину, а вот на всех, не наших зрителей, которые наш канал не смотрят, но не покупают русские варгеймы, вот эти вот негодяи, короче, из-за вас. Смотрите, помните, древняя механика? Русь, древняя такая, сказочная, лубочная славяне, на роботах каких-то там, то ли паровых, то ли они, конечно, нашли какое-то там вещество, как всегда, тибериум какой-то, и стали сражаться. Короче, там славянские дредноуты. Да, славянские дредноуты. Этим летом ушла в заморозку. Возможно, совсем, возможно, нет. Был такой проект у летейщика, не помню как он назывался, где, короче, суть была в том, что планета крутится, и из-за того перепаданной температуры только маленький кусочек, перемещающийся на ней, есть, где можно жить. И куча трайвов всяких всё время двигается, где этот кусок у планеты передвигается. Вот, и она давно закрылась. Значит, гидрофилия, был такой варгейм, тоже поставлен на паузу. И из них, из всех, только Фронтир. Сейчас, извините, я бы не подготовился. Это их коробка для ролёвки. Вот, а ещё есть, как бы, коробка для варгейма, где космические корабли бороздят просторы Большого театра. Он, единственное, сейчас функционирует. Мы поговорили с Никитой, ну, вы его видели на нашем канале, он несколько раз приходил. Вот, и он говорит, а что, можем мы репортики? Снимать, типа, там, как-то продвигаться в этом направлении. Но, само собой, вы должны понимать, что... Не то, что мы обвиняли каких-то наших любителей варгеймов, которые не поддержали проекты. Все эти проекты, скорее всего, ну, как мне кажется, то есть можно с каждым человеком поговорить, но это хобби, а не основной заработок, да. Это хобби, которое было дотянуто до какого-то момента, когда, например, издана первая коробка, даже кто-то пошёл дальше. Но это всегда было, типа, просто как именно какой-то движняк, потому что мне это нравится, я своё время и деньги инвестирую. Кому-то это надоело в какой-то момент, как мне вот написал автор гидрофилии, типа, ну, я постарше стал. Ну, захотелось всё-таки иметь свободное время на себя, а не на проект, да. Вот. И, естественно, все они где-то заглохли на моменте, когда нужно был взрывной рост, какие-то инвестиции, что, типа, ну, вот вышла первая коробка, её там в целом-то раскупили, а дальше уже именно нужно, чтобы как бы, как работает, да, бизнес, типа, вливание и пошло. Я могу свою аналитику провести сразу. На самом деле проблема всех этих варгеймов, никто не... Ну, как бы, на самом деле, будем честны, то, что эти варгеймы заглохли, в первую очередь, это проблема создателей этих варгеймов. Почему это происходило? В смысле не то, что такие, вы заслужили это, а в смысле того, что варгейм, если мы... Я не могу просто... Отправная т... очка. Очка. Вот. Загнулись, в первую очередь загибаются. Почему? Потому что варгеймы выпускают по тем же лекалам, каким существуют крупные варгеймы. Ну, и менее крупные, типа, вайки, как одного из самых крупных, ну, вообще, в принципе, наверное, самого крупного варгейма, да, и там ниже с ним всех, там, хоть до Infinity и прочее, потому что всегда привязывают сам варгейм к минькам. И есть одна проблема. Все придумывали интересные сеттинги, в принципе, более-менее. У кого-то сильнее, у кого-то лучше, у кого-то уникальнее, но, если посмотреть на те варгеймы, которые до сих пор существуют, то, ну, как бы, простите, но, типа, все, которые вот эти у нас позагибались, ну, они беднее, в принципе, выглядят визуально, чем... Вархаммер, ну, как бы, не будем даже сравнить, пытаться, типа, там, Мастодон, ты с ним сложно с этим по... как бы, ну, не просто так он там вырос, да, но даже с тем же Infinity, там, и, как бы, к нему кто не относился, там, Малифо, все равно они гораздо уникальнее, как-то и харизматичнее выглядят для среднего пользователя. Уточню, есть люди, в конце концов, дело, что индивидуально может нравиться что-то там свое. Вот. Ну, или, например, даже возьмем пример, Dust, который выглядит, как раз, достаточно уникально, интересно, и у него была определенная фан-база, но даже Dust не выдержал, типа, как бы, вообще, в целом, мировой ситуации, и, типа, закрылся, напомню. Ну, это было у нас в прошлом году. Да, в прошлом году закрылся Dust, вот. И, как бы, ну, а что ожидать от более нишевых еще ситуаций? Вот, короче, проблема в том, что мы вот уже в многих выпусках новостей обсуждали, что ГВ слишком как-то в старом ключе работает, оно не пытается адаптироваться, сейчас еще пугает, как бы, в будущем ГВ, то, что ГВ не пытается адаптироваться современного времени. И вот проблема всех этих настолок, потому что в том числе, что они выходят по старым, как бы, лекалам, они не пытаются делаться современными, не знаю, короче, как это сказать. Надеюсь, вы поняли, что я имел в виду. Денис, ты понял, что я имел в виду? Да, я понял тебя, я вот тоже об этом думаю, потому что, например, в целом, друзья, мы можем с вами, например, придумать какой-то свой Wargame с Blackjack'ом и шлюхами, вообще даже не запариваясь на миниатюрке, они у нас у всех есть, да, вот, какая-то новая схема распространения, и просто, типа, заниматься хобби. Мы, кстати, да, мы тут, ладно, давай, маленький вкинем, такую маленькую штуку. Мы с Денисом вспомнили про старые свои наработки в какой-то момент седьмой редакции Warhammer, а это было уже на секундочку лет 6-7 назад. Мы как-то с Денисом сидели тогда в клубе еще 39-м, когда оно было, и ковырялись по поводу, нам не нравился тогдашний Kill Team, ну, потому что он был очень дерьмовый, короче, был тогда, вот. И мы обсуждали, как, типа, можно делать свой, короче, свой скирмиш, именно скирмиш, сделать интересней. И тут вдруг вспомнили про эти старые свои наработки, и, возможно, возможно, нам стоит заняться своим вот таким вот определенным Warhammer, но не попадаться на те же самые ловушки, потому что мы умнее, ну, ладно, мы не умнее, мы все знают, что мы тупые. Кто смотрит наш канал, когда был регулярно или периодически, кто это знает. Причем так как мы все-таки медийный канал, мы можем себе позволить всякие интересные штуки, я не знаю, там, глобальную какую-нибудь карту, там, еще угодно, короче, типа, всех подвязать. И это будет ММОшечка оффлайновая какая-то такая, типа. Возможно, да. Короче, это просто так, наброс идеи, которые в первую голову приходят. Детали рассказывать не будем, а то знаем, кто-нибудь сворует наши идеи, и все, и тогда мы... Ну, ладно, ничего не изменится. Вот. Но, тем не менее, короче, может быть, мы сделаем свой Wargame. Почему? Потому что мы не очень умны. Да? Мы не учимся на чужих ошибках. Мы и на своих не учимся, и на чужих не учимся. Вообще, в принципе, не учимся. Необучаемые идиоты. Ничего с нами. Ничего не поможет. К чему это все было, да? Непонятно. К чему идем дальше? Просто переходим к предзаказикам, которые максимально скучные в этом плане. Мы в прошлый раз с Алексеем, в принципе, их обсуждали. Это Fireslayer и Донеты для Аосика. Книжки, хорошо, что выходят. Спасибо им. Кто-то в это играет. Кубики у Fireslayer так себе, у и Донетов прикольные. Мы рассказывали о том, что было бы прикольно, если бы у Fireslayer были как уголечки такие, типа, горяченькие. Да. Ну, вспоминая, помянем плохое. Это как они сделали горячие уголечки. Кубики Salamander, которые в итоге у них получились с какашками. Реально, они сделали просто с говном кубы, как бы. Так что, возможно, и хорошо, что они их так не сделали. Да, вполне возможно. Коробочка Курска возвращается в виде Made to Order. И в целом мы, конечно, уже несколько раз рассказывали о том, что приятно, что эту игру все-таки ГВ решила не класть. Ну, помните эту историю, когда тираж продался в минус? Да. Как это бывает. И все такие, блин, ну, игра-то вроде давала... У них был какой-то потенциал. А и вот так вот сейчас она просто тупо из-за того, что ГВ в новых реалиях не смогла сориентироваться и положится на полку. Ну, закопает там в пустыне. Так на полку налегла, так на полку вернулась. Разные полки, вот что главное, да? Денис только не на полку, а на полочку. Друзья, в конце этой недели Games Workshop выпускает следующий набор. Во-первых, это новый Kill Team Нахмуд. И что сказать про него? Там классные миньки. Половина как минимум точно. Потому что там есть хаоситы. Есть еще какие-то эльдары, эльдарские пятки. Но у меня тут есть Eldritch Omens. И вот я не знаю, куда запихнуть эльдарскую половину, честно. Я прошелся по всем эльдарам. Чтобы вы понимали, они просто сидят, и у них вот эти спаренные затычки заднепроходные просто торчат по три комплекта из каждого. Никому не нужно. А тут еще и затычек нет. То есть ни с кем толком эту коробку не распилишь. Так что даже не знаю. Хорошо. Кубики у нас какие-то вот эти вот килтимусские. Есть оранжевые, есть черненькие. И цвета закончились на этом. Я понимаю, что это типа стиль килтима. Но как-то грустненько, если честно. Также у нас есть Town Empire Pathfinders и Adeptus Sororitus Nevitais. Это те самые парни, которые тоже были в похожей коробке килтима. Но теперь раздельные. То есть, короче, смысла покупать отдельному хаоситу, одинокому коробку Нахмуда, нет никакого. Потому что потом, когда будет выходить следующая коробка, килтима, можно будет купить отдельно своих хаоситов и не тратиться на эльдарские пятки. Также, книжка килтима Chalnut, где, собственно, в килтим входят бои в городе. И, как бы, поддерживая эту книгу, выходит Killzone Chalnut набор Terrain. Несколько руинок разных размеров. В принципе, смотрится интересно. Я себе вот такое взять хочу в свою коллекцию. Такие классические гвшные руины вот этого нового посева, назовем его так. Ну, думаю, все это более подробно мы обсудим в следующем выпуске новостей, когда это перейдет в предзаказ. Теперь немного о новостях канала. Кратенько, что на этой неделе увидят прям подписчики наши. Во-первых, это... Первая серия Скрап-чаптера! Ты слишком с японским акцент скажешь Скрап-чаптеру! Скрап-чаптеру! Как это? Перезагрузка! Да. Та-та-та. Короче, смотрите... Перезагрузка. Очка! Помните такую рубрику старую? Причем из нее, по-моему, только один ролик на общем канале есть. Остальные три? Да. На премочке можно глянуть. Но в целом, олды как бы заценят. Вот. И суть этой рубрики заключалась в том, что нам присылают какие-то миньки. Мы из них... Ну, не миньки, а просто какой-то мусор. Говнище. А мы пытаемся из них миньки собрать и потихонечку какой-то орден создаем. Орден хлама. И заглохло все это из-за того, что очень сложно было все это делать. Там куча... Короче, это был плохой пример организации производства. Когда тебе нужно сочинить стих, его нарисовать, потом Сереге, значит, какие-то миньки... Эти миньки все собрать, снять об этом видео, отдать еще Сереге, чтобы он покрасил, что-то там себе отснял. Потом приехал, тебе еще озвучил. Это просто кошмар. А еще у нас были попытки игровых вставок. Собственно, последняя серия, которая не вышла. Там приезжал Вова, который играл, значит, такого продавца, нечистого на руку, который на барахолке Михаила. Михаил специально мне позволил напостить разных... этих... объявлений с ринкой, где я сидел такой, типа, выбирал. А, вот это и пробег маленький. Короче, все это было снято, но, типа, чтобы это свести, это месяц работы, там, два, короче, вот Scrap Charter так умер. В этот раз все проще, короче. Вы присылаете нам на посылке дедушке Спейсов всякое непонятное что. Мы это забираем в Crusade. Там просто играем, наш художник их красит, и все. А в конце сезона мы эту армию всю покрашенную вам же и возвращаем. Кто-то... Блин, мы тут должны с тобой, наверное, поговорить немножко о нашем замечательном стриме, как нас поимели. Да, это, ну... Тут стоит рассказать, что, да, эту армию мы, по идее, потом будем разыгрывать, да, а также у нас немножко прерываем рассказ про то, что будет на этой неделе. Расскажем, что у нас на прошлой неделе прошел стримчанский, где, наконец-таки, мы разыграли коробки... Как они называются у нас? Комбат Патруль. Я хотел сейчас их достать, такой тип. А их нету. А мы уже отдали. Уже отдали этим победителям. Причем, как тебе сказать, цена на новый Комбат Патруль такая нормальная теперь стала. Вот, мне кажется, себе может позволить, такой, я не могу себе позволить Комбат Патруль. Как раз у нас там была идея, что некоторые люди обещали, если выиграть Комбат Патруль, подарить мне Комбат Патруль. Не выиграли, к сожалению, что-то не сложилось. Вот, но, стоит отметить, ну, все-таки люди бывают корысты, сраные. Знаешь, годливое чувство прикосновения к этой грязи людской. Да. Простите. Ты сейчас сказал, так это, знаешь, типа, плебеи, все такое. Не-не-не-не. Объясним, в чем ситуация, то, что во время стрима у нас были люди, находились, которые пытались прикидываться победителями этих розыгрышей, писали Денис там в личку, там прикидывались, потом стыдливо такие удаляли сообщения, ну, типа, просто пидоры. Короче, очень противно, когда есть такие мерзкие люди, которые пытаются на этом акте чистого, как это сказать, альтруизма превратить его в какую-то бесчестную хрень. было бы, что, просто пластиковые солдатики. Камон, да, вы что там, квартиру там, машину разыграли, да, даже не телефон, это какой-то пластиковые солдатики, да, по нашим меркам, конечно, дорогие, дорогие, возможно, наборы, да, но, блин, это, блин, ну, лампово, общаемся, и тут приходит, как, как, вот, ты сидишь в клубе на стол, вдруг какие-то левые чуваки заходят, такие, типа, носом водят, и ты такой сразу миннички своей себе подвинул, такой, типа, сумочку, что-то не так, вот примерно такое ощущение у меня было, это, конечно, типа, я там виду особо на стриме не подавал, но, короче, странно, но мы, как бы, все-таки побороли это, то есть, перепроверили специально, извлекли опыт, и побороли это дело, то есть, типа, проверили обоих победителей, что именно их аккаунты, с которых они писали комментарии, которые выиграли, вот, и на следующий день я прям с деком их отослал. Да, причем, важно, что, что у нас там было еще условие, одно из условий, что надо было написать, чтобы, ну, хоть у вас нормальная какая-то история, и зачем вам было нужно, в чем оказался большой плюс, что обоих в итоге победителей, история плюс-минус похожая, потому что, ну, у одного планы на будущее, а у одного на нынешние, что, короче, для своих комьюнити им нужны эти коробки, то есть, у одного человека, это у них клуб локальный, и там просто этот старт коллектинг, по сути, будет, точнее, Комбат Патруль будет, как бы, стендовой армией, которой будут еще и обучаться, типа, участники, ну, а у второго просто планы на то же самое. Может, конечно, нас всех манули, но тут уж проверить не сможем, хотя надеемся, что, может быть, люди нам потом скинут фоточки вот этого всего дела. По крайней мере, фоточка пиццы к нам пришла. Да, да. Мы вначале стримчиком пиццы, что-то типа, там, кто хочет пиццу, 130, по-моему, да, таки дал, да, 130 человек хотели накормиться пиццей, мы смогли только одного, но как бы, это, это something. А еще, благодаря жабкеру, мы разыграли еще и код на книжку, какую-то, я уже забыл, кто-то ее выиграл. То есть, если вы не ходите на наш стрим, вы пропускаете полжизни канала. Не ходите. Ладно, ходите, приходите на наш стрим. Далее, друзья мои, на следующей неделе, на этой неделе, в смысле, будет ТАУ, 35 выпуск. Бэм! Возвращение Собираю ТАУ, почему, а потому что вышел новый кодекс. И, у нас сразу же партия, я играю новым кодексом, прям первая партия, которую я играю этим новым кодексом, как может оказаться, следующий выпуск будет, где я играю вторую партию новым кодексом. Вот. Из, ну, интересно будет посмотреть, как работает новая армия, ну, типа, по-новому работает армия. И, и не знаю, что. Ты расстроился, что Overwatch'а нет? Ну, да, мне нравилось стрелять Overwatch'ем, а теперь как-то надо тратить КП, или не тратить КП, но все равно ограниченное количество раз Overwatch'а мне не нравится. Чувствуешь себя необычно. Да, чувствую себя угнетенным. Хочу больше Overwatch'а. Подними, как бы, хотел сказать, чат плюс, кто ограничен в Overwatch'е. Вот. Но, что еще ответить, наверное, у нас ТАУ, так как, ну, фактически ребутается, наверное, по новому принципу, такому же, как у нас сейчас выходит, например, наши серии «Собираю» с Денисом, ТАУ тоже, так же, наверное, с 35-го выпуска будут выходить, то есть, 35-й выпуск выйдет в общий доступ, 36-й останется эксклюзивным, а те, наверное, 34 выпуска до этого, за исключением тех, что которые уже вышли в общий доступ, они наставимно останутся эксклюзивными для према. Вот так. Ссылочка в описании, как всегда. Далее, у нас собирает Духари, 12-й выпуск, и здесь идет «Крюсейд» вовсю, собственно, я как раз сплю с жару о последней партии из «Крюсейда» за Друхар очку. Против кого? Друхар очку. Друхар очку. Против Митрадор. Митрадор с жестким ростером пришел своими... Серых рыцарей. Серых рыцарей, да. А он у меня даже отменять нечем, потому что я хотел взять сферу отмены, она только для крутых персонажей. Я пока еще лом. Денис, ты мужик, ты не можешь отменять. Не могу. Стрелочка не поворачивается. И еще один «Крюсейд» на этой неделе. В воскресенье наш замечательный имп играет свой ламповый «Крюсейд» за стражей. За Своем ты хотел сказать, что ли? Только с двумя вундами уже. Да. Говор очка. Говор очка, да. Против Тау. Против Тау игра будет. Но это, правда, уточнение, это старый еще Тау. Все-таки это по-старому еще кодексу. А, Денис, а что же, во-первых, Денис, а где это можно все посмотреть, Денис? Ну, примерно Бусти. Ссылочка в описании. Можете зайти, все старые ролики, там сотни, там целый список, прям что хотите, просто все именики, по крайней мере, которые у вас есть. Но, на общем канале параллельненько можно, во-первых, будет посмотреть наш обзор с Михаилом. Такой замечательный протогоревник, как Тенче, не нужен. Да. Это основной все-таки контент. Мы иногда на Ваху отвлекаемся, но аниме, трапы и что у нас еще? Аниме, трапы и... Вот, я тоже не помню. Манго, манго мы сейчас там будем создать. Вот это у нас основные темы канала, на самом деле. А Ваха, это так, по бочкам. Потом, опять же, имп на общем канале рассказывает про Дарков, пятый уже выпуск готовит вас к полному осознанию, еще за фракция такая. И Друхари десятый выпуск, десятый выпуск, тоже, по-моему, красавиевская партия. Короче, там будут Друхари, нормально. Ну и, естественно, завтра 20-30 мы с Михаилом и вместе с вами на стримчике не будем коробки отдавать. Кончились коробки. У нас самих нет коробок. Ну, в целом, да. В прошлую среду нам не так дали пообщаться с подписчиками, потому что очень много народу прибежало, которые просто орали «Разыгрыш, дайте коробки» спамили. Постоянно это и, ну, как-то общаться было сложно. Так что возвращаемся обратно в классический наш посредственный стрим. Где мы будем обсуждать аниме, трапов, как вы все любите. Вот это все. Главная тема канала. Но! В понедельник, так как у нас кончились наконец-то анбоксы, уходит наша новая старая рубрика, только она по понедельникам теперь. Короче, письма в Порт Лото, тире, что-то как-то еще... Ну, неважно. Главное, что это разговорная рубрика, где наш сигнальный выпуск. Почему? Сигнальный. Мы обсуждаем такую острую тему, как самый худший режим в Архамме. Как вам такое, друзья? И когда, скажем так, вы увидите, а некоторые уже знают, про что этот выпуск будет, и, возможно, посмотрите, какой был еще до этого ролик на канале, вы подумаете, что у нас биполяр очка. Но мы, короче, просто будем рассказывать про недостатки Крусейда, на самом деле. Вот в чем прикол. Какие есть в нем, скажем так, подводные и надводные камни. Да. Ну и, так как на общем запас по анбоксам еще остается, поэтому на общем вы его где-нибудь через месяц, возможно, видите, если, конечно, зайдет напрямочек. А если там напишут, лучше это не выкладывать, то он останется с нами. Уф. А еще у нас есть, знаешь, какие новости канала, Денис? Так. Ну, вообще, ты-то знаешь, вы скорее всего не знаете. У нас уже началась работа над четвертым сезоном пасты. Сразу оговоримся, третий сезон выходит до конца, буквально осталось вам, по идее, подождать две, по-моему, две или там три недели, и у нас начнется концов очка третьего сезона, как бы будет показ конца третьего сезона, после чего, естественно, четвертый. И мы уже начали работу над четвертым. В принципе, пока можем вам, как бы, затизерить отдельные оттуда моменты. Леха заводит свои жигули. Михаил, а что интересного ждет нас в четвертом сезоне? Нас ждет куча говна. Ой, ты какой буфлагон, а! Нам понравилось, как это было в третьем, вам понравилось, как мы мучились, мы ушли некоторые ошибки третьего сезона, старались их исправить, мы, чтобы понимали, с четвертым сезоном много обсуждали правила, там, короче, выдрачивали и все такое, чтобы это было максимально интересно. Вот, и теперь взялись за работу, уже, наверное, первый тур по большей части отыгран, да? Ну, вообще полностью отыгран. Вот, ну, он сейчас как раз в работе, надеемся, вам понравится, потому что пока что это самый у нас, как это, скажем, хорошо проработанный сезон, и как зрелище пока что, можем вот так затеселить немножко, но как зрелище пока что смотрится просто как Орево какой-то безостановочный, это просто цирк дебилей, безостановочный, наверное, как бы за это люди и любят пасту, ну, и самое главное, что вы любите накидывание, и за счет одного небольшого нововведения, в принципе, в целом у нас стало на целых 25% накидывание больше, чем было раньше, чем в тренем сезоне, как-то достигли мы такого, а вот увидите. Ну да, вас ждет, короче, в скором времени то еще зрелище, привязывайтесь к стулу, запасайтесь попкорном и вперед. Далее, друзья, ересь, она продолжает вытекать из всех щелей, и уже пошли снимки рулбука тестового, который используется на плейтестах, и это, хотя и не точно подтверждает слухи о том, что действительно это комбинированная семерка-девятка, мы видим фейсинги у техники, мы видим кучу старых правил, о которых мы уже забыли, но они к нам возвращаются. Ну и самое главное, мы видим еще кучу механик, которых не было ни в семерке, ни в девятке у нас, то есть там новые. Из примеров, например, это реакции, есть, реакции, это по сути тема, которая и во многих варгеймах, в принципе, есть, ну и в данном случае, например, в АОСе сейчас есть реакции. По сути, реакции, это как бы возможность что-то сделать, то есть для простого понимания вам, овервотч, это тоже реакция, то есть это тоже реакция, которую вы можете делать, причем есть условия, при которых реакции нельзя использовать, и следственно, как бы, скажем, этот пласт игры немножко углубляется. И при этом забавно, что некоторые вещи все еще остаются, как были, то есть, например, определенные правила типа инстандесс все еще остаются, при этом... Если что, это когда у тебя сила в два раза больше штафны, неважно сколько ран, тебе свидание. Причем, это даже не всегда было так, но в смысле, иногда было просто правило инстандесс, которое не в зависимости, теперь оно остается, при том, что дредноуты, мы уже знаем, точно переходят в категорию монстры, скорее как сейчас в девятке, то есть у них нет никаких фейсингов, и у них есть вунды, но при этом они немножко защищены от этого инстандесса, потому что у них типа правило, что они пониженный дамаг от этого получают, но при этом забавно то, что механика старая, семерочная, прошла развиваться, и специально для вот этого инсты расширили количество возможной силы, то есть раньше у нас сила была ограничена десятой, ну в смысле, в семерке сила была ограничена десятой, теперь сила ограничена двадцатой, специально, собственно, для инсты, в том числе, например, по тем же дредноутам, но, правда, скорее всего, как я предположу, скорее всего, это уже такие значения, это где-то уже типа какие-то супер-хэви, ну да, бахает какая-то большая илдай, чтобы она сразу там какой-нибудь ландрейдер условно переезжала, у нее там будет сила, да, при этом, из интересного, что многие штуки, такие, какие были в Ересе, например, не переходили в итоге в 40к, ну в полном виде, остаются, то есть, например, как Rise of Battle, и как-то у них называется гордость легиона, эти штуки остаются, за счет них очень интересные можно вещи делать, то есть, опять же, если верить слухам, то, например, можно собрать себе армию, где у тебя предаторы будут в трупсе находиться, то есть, в принципе, можно сделать чисто танковые войска, вроде как, также можно прибудить, чисто дредноутские сделать, но, в принципе, что-то подобное и было в Ересе, позволяло там менять слоты, что, кстати, обидно, что у нас сейчас отсутствуют восьмерки почти девятки, а раньше это была распространенная механика, что каким-то образом ты мог юниты из одного слота перетаскивать в другой слот, и это, на самом деле, было важно, да, вот, при этом, как бы, кор правил остается похожим на те, что были в семерке, но при этом куча всякого наворачивается поверх, типа, вот, ну, мы говорили, помимо там реакции, например, такие базовые штуки, как, например, АП, они меняются у многих оружия, например, та же плазма теперь по умолчанию не сжигает, не игнорирует армор, но, правда, возможно, мы возвращаемся к старому, типа, формату, ну, какому-то, который в одно время существовал в 40К, когда у тебя армор, на самом деле, хоть имел градацию, но имел, на самом деле, всего два значения, второй и никакой, потому что у тебя второй сейф, он много от чего кидаться мог, а третий и дальше обычно ни от чего вообще не кидался, потому что там АП был такой, такой и вот, вот, ну, собственно, третий АП было тогда, это игнорировало. Ну да, грубо говоря, даже, типа, второй, третий, то есть, значит, на втором АП ты, в принципе, игнорировал броню, а третий, ты игнорировал спейсмариновскую броню, да, там 4+, это уже АП, иначе тебя нет АП. Вот, это классное изменение было в восьмерке, ну, его, ересь. Мне понравилось интересное изменение, я бы сказал, да, что, чего раньше все работало по-другому, называется Damage Mitigation Roll, который, как бы, объединяет все броски, которые не являются сейф-бросками, то есть, например, тот же FNP, но сюда, например, также входит шрауд, это раньше, типа, в той же семерке это было просто плюс к ковру, где я сейф за ковер увеличился, это был отдельный сейф, ты выбирал наилучший, теперь это, наоборот, будет сейф не спереди у тебя, а сзади, как FNP, то есть, если ты, значит, находишься в шрауде, провалил армор, ты кидаешь, он, причем, естественно, тоже не конкретный, а, типа, у каждого будет свой какой-то там, да, даваться, вот, и вот этот Mitigation Roll, они объединяют всю вот эту группу дополнительных сейфов, что, пока я такого, ну, типа, в семерке было по-другому, а восьмерка вообще просто взяла и разные названия всем FNP дала, да, все ушли в разные стороны, а тут пошли объединяться, но, если мы вспомним, как работала, ну, у нас преемственность правил, все-таки есть, на самом деле, в Ахе, в системах, в смысле, ГВ, то мы все, конечно, знаем эти наши шутки, типа, спасибо АОСу за бета-тест, но справедливость ради, все у нас системы друг за другом за бета-тест, ну, большинство с вами это именно 40k и АОС, но есть такой, надежда, надежда такой и есть, русский язык не моя сильная сторона, как вы знаете, надежда, надежда, есть такой, что АОС, ой, точнее, АОС, ересь, постигнет та же участь, и тоже ересь у нас будет брать наработки из двух систем, и при этом, как бы, их сувать в себя. И знаешь, что еще, папа? маме так осточертело носить трусики. Да? Да. что это значит, ну, надежда, что нормально будут, во-первых, разработаны, ересь, вот эти правила, что они станут продуктом, как бы, улучшения, что 40k, что АОС, и, в принципе, зная по 40k, да, некоторые мы знаем, что изменения нам не особо нравятся, кому-то, точнее, нравится, кому-то нет, вот, но они, в принципе, как бы, итерационно улучшают все-таки качественно, скорее, редакции сейчас, типа, что АОС, а что 40k. И, если то же самое постигнет ересь, то, в принципе, ересь, которая сейчас выйдет, по идее, будет, возможно, самой интересной, по крайней мере, системой из 40k, АОС, ну, и не ереси, соответственно, сейчас, вот, правда, потом выйдет какая-то новая система, уже там, какая-то десятая редакция Вахи, и она, возможно, будет еще лучше сделана, но, тем не менее, это прикольно, ну, и плюс хорошо, что они не пошли по прямому пути девятки, не стали копировать, чисто девятку в лоб, и делать какую-то настройку на дне, нет, они стали делать этот гибрид, чтобы это была другая, все-таки, система, не такая же, как стандартный 40k, ну, или там АОС, по своим базовым правилам. Ну, возможно, как бы, даже отдел маркетинга пришел, сказал, типа, не надо делать то же самое, вы не продадите это. Ну, потому что, есть такой уже варгейм, по сути, вот у тебя с такими правилами. Ну, то есть, да, эта конкуренция будет просто прямая самими с собой, если выпускать одинаковые системы, просто, типа, у вас чуть-чуть, скажем так, условно отличаются миньки, и то, если вы страдаете, возможно, такими отклонениями, как любовь к старичке в Ерисе. Присуществующие селяры. Да, а если вам на это пофиг, то у вас как бы миньки даже те же самые, но зачем-то у вас две похожие абсолютно системы. Лучше их, естественно, разнести подальше, чтобы они немного отличались. Хороший пример, например, это, например, какие-нибудь демоны, которые у нас присутствуют в АОСе, присутствуют 40k, но то, как они набираются и состав армии, у них все-таки при этом отличаются. И в этом есть какой-то маркетологический смысл, потому что человек, который играет 40k, да, он может взять своих демонов и пойти именно в АОС играть, но при этом, если он хочет их как-то там улучшить, адаптировать и все такое, ему придется расширять свою армию, опять же, еще сильнее, что, ну, как бы, понятное дело, на руку только ГВ. Вот, так что надеемся, что с Ерисей, короче, будет все классно, но пока что, по слухам, интересно уже. Да, ну, по крайней мере, мы, которые застали старые редакции и перерождение в виде, прям совсем, чуть ли не другого Вархаммера, конечно, на гибрид интересно глянуть. Да. Еще из интересного, тут, как бы, на подходе вроде кодекс ХСМ, потому что продолжают про него что-то печатать, выпускать, надеемся, не как у Эльдара будет, не надо. Вот, что мы можем, интересно, по поводу ХСМ искать, Михаил? Ну, во-первых, можем сказать, что даже ГВ само, ну, как бы, вроде бы выдал свою официальную позицию, что она расстроена вот этой ситуацией, которая получилась со сливами, потому что, как бы, да, оказалось, что, ну, если, опять же, верить инфе, что, ну, это были неконтролируемые сливы, то, что было с ТАУ, что было особенно с Эльдарами, что, возможно, сейчас происходит с ХСМ, и, как показала практика, да, это просто нерадивые плейтестеры, причем, как показала практика, которые хорошо себя зарекомендовали, а вот сейчас... А потом Эльдарские пятки-то повылезали. Ну, вот, вот, да, что-то славы захотелось, не знаю, или чего, там, свой Discord-сервер они хотели, видимо, активно продвигать, этот, который пушили, вот, и ГВ само недовольна вот этим, так что, будем надеяться, что они будут с этим, как бы, работать, что мы уже упоминали, конечно, хорошо, вроде бы, когда ты узнаешь правила заранее своей армии, там, ну, или что там ждет, но, это был перебор, это перебор, когда ты теряешь всякий интерес к этой армии, тебя вот эти клочки информации начинают бесить только, короче, никакой пользы, все недовольные, никто не рад, ну, они, действительно, клочки в отрыве от всего, ты смотришь, прикольно, когда выходит что-нибудь, а все, в вашем кодексе не будет демон принцев, например, такой, да, как это, а когда, у демон принца будет плюс один в ЕС, ничего себе, вот это, конечно, все просто, вот, говна, в проруби, вы знаете, это неинтересно, вот, из того, что мы видим, ну, там, таблица изменится у апостола, ну, типа, у апостола появляется, да, но, но изменятся его все вот эти вот условные косты, ну, то есть, точнее, его вот эти молитвы, например, там, спылы тоже меняются, логично, что они меняются, то есть, они там и божественные спылы, которые относятся у нас к Зинчу, Нурглу и Слаанишу, мой любимый, конечно, вопрос, который иногда задают люди в комментариях, как бы, пишите ваши ответы в комментарии, где четвертый, кто, как бы, вор, вернее, четвертый спел, вот, но, такие, да, типа, минорненькие, скажем сейчас, штуки, что прямо вот, некоторые вещи мы рассказывали, которые были интересные, например, типа, вот, этого оружия универсального в отрядах, а из того, что сейчас показали, ну, из интересного, что, например, того же, мастеру в Посешн, да, его все-таки пытаются отдалить сильнее еще от Сорка, потому что сейчас у нас, как бы, в нынешних реалиях, мастеру в Посешн, это, по сути, тот же Сорк, просто там, у него два есть отличия, в виде того, что у него есть Тинвуль, и у него, типа, там, дебильное правило на Перива, который никогда не работает, конечно, ну, и у него, типа, своя школа магии, но это, по сути, тот же самый Сорк, вот, а теперь его делают все-таки сильнее, сдвинутым в другой, типа, аспект, ну, то есть, он все еще кастер, но у него своя, то есть, он такой, в данном случае, как такой, раскачанный Сорк, но при этом, ушедший в другую сторону, то есть, например, его палка, а теперь, вроде как, Псайкеров сразу же просто перилит, вот, что интересно, на самом деле, такая, ну, пока что, вроде, уникальная механика, плюс, у него остаются некоторые старые фишки, что там, вокруг него легче перилится все, вот, но, короче, что-то, что-то с ним делают, вот, но, что касается других слухов, я даже не знаю, хрен его знает, например, тот же, эксекьюшенер, который есть в КСМ, там, просто мы знаем, что, ну, фактически, его чуть-то поднерфили, типа, от того, что он был, куда бы хотел сказать его нерфить еще, но, тем не менее, но, все остальное, такие минорненькие, совсем там, ну, как бы, новости, опять, какие-то, кучки информации. Да, короче, интересные принципиальные вещи, не принципиальные вещи, не интересные, как бы, не тупо это звучало. Ну, да, из, возможно, интересного, кстати, что стоит упомянуть, что, вроде как, упоминается, что в кодексе, как раз, наблюдается вдруг, неожиданно, особенно на примере Маров, пообъясню, почему, обнаруживается, что отпадает возможности брать джампаки. То есть, все наши, вот эти, там, вроде как, лорды, сорки, кто могли раньше брать джампак, его не могут брать. Хотелось бы сказать, что, да, там, миньки не было, там, их на джампаках, неожиданно, например, все еще есть, например, капитан на байке, миньки, которого, ну, типа, условно, не существовало, конечно, когда-то, но, по сути, как бы, сейчас нет такой миньки, а они ее сделали, типа, вот, пожалуйста, вам берите правила капитана на байке, и джампакеры все маров оставались, у ХСМ вдруг неожиданно джампакеров что-то как-то куда-то подевались. Когда пришли за байками, мы молчали. Когда пришли за джампаками, мы тоже молчали. Если вы будете молчать, придут, арморок берут, галышом будем бегать, как в этом. Кодекс культистов, Денис. Хорн, что-то там. Не, сланишь там скорее, уже гиданис сланишь, они голенькие будут бегать. Не, ну, на самом деле, тут единственное, возможно, рано бояться, потому что все еще как бы уточняется, что вроде как эти слухи идут от, хоть и идут от плейтестеров, но у них не полные версии правил. Возможно, ГВ пошло как раз, типа, логичным самым путем, и находить такие крысу, кто же, типа, сливает эти правила, выдавать разные куски правил, просто разным, как бы, группам тестеров, и кто слил, типа, понятно становится. Вот, и, ну, пока что за счет этого мы не знаем, может быть, этих нет джампаков, потому что просто вот именно в этой версии не было джампаков. Потому что это не, это речь идет именно не о печатных кодексах, которые уже готовы, типа, и выпущены, и это речь идет именно о тестовых версиях всяких, которые, ну, по сути, просто тестятся. Вот такие новости у нас, друзья, на этот вторник. Напоминаю, завтра обсуждаем все, что произошло между вторником и средой, а также все ваши самые, вот эти вопросики, которые вы, или темы, трапы, а не манго. Легко. В 20.30 приходите. Ну, и встретимся в следующий вторник, будем рассказывать, следить за ситуацией, держать вас плотненько в курсе. Обнимаем, вредите себя, своими. Субтитры создавал DimaTorzok и подпишись. Субтитры сделал DimaTorzok